Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов, сравниваем мы сегодня Oppo Reno 5 Lite и Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Дело в том, что Redmi Note серии всегда был топ за свои деньги, но сейчас в России этот телефон стоит дороже, чем этот телефон в одинаковой комплектации. Сравним мы эти смартфоны, посмотрим на программные возможности, сравним конечно их камеры, фото, видео возможности, всякие разные режимы съемок. Давайте для начала их на секунду оставим в сторону и посмотрим на комплектацию. Дело в том, что оба этих смартфона оснащаются быстрой зарядкой, но у Oppo в комплекте есть вот такие вот наушники, у Redmi наушников нет. Изначально пленка приклеена на дисплей в обоих этих смартфонах, то есть мы из коробки взяли эти смартфоны и спокойно можем использовать. Чехлы есть в комплекте. В первую очередь я хочу отметить то, что у Oppo мне очень нравятся раздельные кнопки, они на этой стороне, здесь же у нас одна большая кнопка и я на нее часто ошибаюсь. Оба дисплея оснащаются AMOLED дисплеями, у нас Redmi чуть побольше, Oppo это более компактный смартфон, хотя разрешения у них примерно одинаковые. Но вот вырез камеры мне больше нравится на Redmi, на Redmi просто вырез камеры, он поменьше, чем вот здесь вот на Oppo. Дело в том, что сканер отпечатков пальцев на Oppo расположен прямо в дисплее, нажимаем мы вот сюда, у нас происходит разблокировка, на Redmi у нас сканер отпечатков пальцев сбоку. Такой тренд 2021 года, эта технология не новая, впервые они использовали на Sony, насколько я помню Sony были первыми. Но дело в том, что технологию использования сканера можно было сделать на AMOLED дисплее вот здесь вот, ну из-за того, что видимо они хотели немножко сэкономить, на Redmi сканер у нас установлен справа. Мне такое решение на Oppo нравится больше, потому что как ни крути, палец прям ложится вот сюда, за этой технологией будущее. Ну и конечно же эти смартфоны обладают Always-On дисплеями, то есть когда мы на заблокированном дисплее какую-то информацию видим, но дело в том, что Redmi показывает информацию всего 10 секунд, дальше он погасает. Здесь же информация показывается прям всегда, но она конечно бегает вот так вот по дисплею, вверх-вниз мы этого не замечаем, в общем информация отображается здесь всегда, поэтому Always-On дисплей здесь реализовано намного лучше. По программной оболочке у нас оба смартфона работают, на 11 Android есть коробки, оболочка на Xiaomi называется MIUI 12, оболочка на Oppo называется ColorOS, это очень функциональные оболочки, например у Oppo есть вот такая вот модель, у Xiaomi есть свои фишки, скажем второе пространство и прочее. Но дело в том, что в оболочке Xiaomi будет показываться нам иногда реклама во встроенных приложениях, ну например скажем какое-то приложение безопасность, у нас будет показываться реклама, на Oppo у нас рекламы нет вообще, но изначально встроенных программ, вот таких вот лишних программ у нас было изначально на Redmi, на Oppo этих программ практически не было, ну или были пару программ, которые в принципе можно использовать. Эту рекламу на Redmi конечно можно выключить, но все-таки это неприятно, что в смартфоне присутствует реклама. Ну немножко поговорим о некоторых особенностях, в Oppo очень мне нравится режим детский, детский режим мы включаем, даем ребенку, мы разрешаем приложение, которое он может использовать и ребенок абсолютно не может отсюда выйти только одной кнопкой, когда мы нажимаем, то есть наш сканер отпечатков пальцев. Классный режим, на Xiaomi мне нравится режим второе пространство, то есть мы делаем прям второй телефон в самом телефоне, это прям очень круто, ну и конечно мы видим, что клонированные приложения, два WhatsApp можно использовать и здесь, и здесь, два Facebook, и здесь, и здесь. Ну вот Xiaomi дает нам клонировать больше приложений, это очень актуально, потому что в этих смартфонах используются две сим-карты, поэтому очень хорошо, когда мы можем использовать два Telegram, два ВКонтакте, два WhatsApp, но Redmi дает все-таки клонировать чуть приложений побольше, чем Oppo. Конечно можно поставить пароль на любое приложение и здесь, и здесь, есть файловое хранилище, когда мы можем какие-то данные, фото и видео скрыть на обоих этих смартфонах. В общем сейчас фишек во всех оболочках хватает, но дело в том, что оболочка MIUI она все-таки чуть-чуть больше дает нам функционала, чем все-таки оболочка Oppo. Оболочка Oppo напоминает нам больше чистый Android, то есть здесь такой минимализм, несомненным плюсом Oppo является то, что Oppo позволяет нам записывать разговоры, то есть все разговоры можно записывать в фоновом режиме, это очень классная функция, эта функция сейчас убирается из Android, Google очень против этой функции, дело в том, что на Redmi как раньше тоже была эта функция, сейчас на Redmi этой функции нет, Oppo же все-таки смогли эту функцию поставить в 11 Android, это очень классная функция. Друзья, если вам нравятся обзоры смартфонов, присоединяйтесь к нам, потому что мы готовим еще очень много разных сравнений. Теперь давайте посмотрим на камеры, оба смартфона оснащаются четырьмя модулями камер, на Redmi блок камер чуть больше выступает, чем на Oppo, ну и у нас заявлено в Redmi 108 мегапиксельная камера, здесь же у нас всего 48, казалось бы, всего 48 мегапикселей. Но дело в том, что я сравнил эти камеры и днем эти смартфоны фотографируют, ну примерно одинаково, потому что 108 мегапикселей, как я раньше и говорил, это все-таки больше маркетинговая фишка, в обычной жизни от нее особо нет толка, Поэтому у нас фотографии получились примерно одинаковыми, портретный режим, и дело в том, что вот в макро режиме у нас явным лидером оказался Redmi, потому что у него реально камера оказалась на макросъемке получше, чем у Oppo, хотя я этот режим вообще не использую ни на одном из смартфонов. Ну и то, что у передней камеры Oppo больший охват изображения, это мне очень нравится, это несомненный плюс, потому что, ну и сама камера на Oppo она больше, это на 32 мегапикселя, на Redmi мы видим всего 16 мегапиксельную камеру. И сейчас давайте мы посмотрим на примеры видео, ну в первую очередь хочу сказать то, что Oppo записывает видео раньше, чем Redmi, Redmi думает пару секунд, потом записывает видео, стереозвук есть и там и там, но Oppo звук пишет прям прилично громче и наверное более качественно, потому что на Redmi очень тихий звук во время съемки видео. Включили мы режим двойного видео, на Oppo называется это двухоконный режим и дело в том, что здесь мы можем вот этой картинкой регулировать, но на Xiaomi можно сделать меня больше, вот так вот на весь дисплей, а на Oppo такой возможности нет. Мы можем только менять, причем здесь если на Redmi можем менять, это меняется из угла в угол, то здесь прямо вот по центру можно поставить картинку. Конечно на Oppo можно выбрать еще круг, но это все нужно сделать заранее. В этом режиме есть режим приближения, это очень классная функция, то есть мы вот так вот одним касанием Oppo раз и приближает. Тоже может приближаться и Redmi, но Redmi делает это вот так двумя руками немножко неудобно, не так быстро, здесь же раз и прям сразу. Получили мы пятикратное приближение, можем даже до десятикратного приблизиться. Ну побыстрее это все делает Oppo, но на Redmi тоже в принципе такая возможность есть. Но вот сейчас я вижу очень яркую картинку на Redmi, а вот Oppo у меня снимает не так ярко. Не знаю, может яркость дисплея выстроена как-то по-разному, это все видно будет на компьютере. Ну и давайте сейчас посмотрим обычный режим на съемке камер. Включили мы Full HD 30 кадров в секунду, это наверное самое оптимальное значение для этих телефонов. И попробуем мы немножко быстро пройтись, посмотрим на стабилизацию, на качество звука, хотя какая-то сирена и мигалка мешают нам это сделать. Очень классно сделано приближение по-прежнему на Oppo, раз и пятикратно, держим и десятикратно. На Poco тоже быстро в принципе, но надо держать, ждать пока это все приблизится и приближение здесь до шестикратного. В принципе их хватает, потому что на десятикратном, ну куда, это слишком большое приближение, там уже все размывается. Самое обидное то, что в этих смартфонах невозможно менять во время съемки видео на сверхшокогольную камеру. Хотя конечно эта камера есть в обоих этих смартфонах. Снимаем мы теперь на сверхшокогольные камеры, теперь у Oppo исчез зум полностью, невозможно его приблизить. На Redmi по-прежнему можно и на сверхшокогольной камере сделать приближение. Это классная фишка, ну и функция фото, есть на обоих этих смартфонах, фото на Oppo, фото на Redmi. В принципе это классно, что во время съемки видео можно сделать и фотографии. Теперь мы поговорим о процессорах, так называемой системы на чипе. Redmi у нас работает на Snapdragon 732, а Oppo работает у нас на Mediatek P95. Технически Snapdragon опережает по техпроцессу, у него лучший техпроцесс, 8 нм против 12 нм, здесь техпроцесс чем меньше, тем лучше. Ну и по мощности тоже немножко опережает Redmi. Но в обычной работе эта разница не ощущается, потому что смартфоны очень похожи по работе в обычной жизни. В каких-то определенных играх Snapdragon наверное будет получше, но я просто не игрок. И вот в обычной жизни открытие WhatsApp, ВКонтакте и прочих моментов я какой-то разницы не заметил. Ну и встроенной памяти в этих смартфонах одинаково, 828 и 828 здесь. Это та комплектация, которая продается в российской рознице, хотя конечно есть и разные комплектации. Лично моя модель работает с конфигурацией 664, потому что я покупал ее на сайте Алиэкспресс. По аккумулятору у нас здесь тоже есть лидер, потому что Redmi оснащается батарейкой в 5000 мАч. Опа, значение 4300 мАч. И даже если дисплей у него чуть поменьше, эти смартфоны работают все равно по-разному. Redmi живет чуть подольше. Ну и то, что в Redmi имеется из плюсов, это стереозвук, потому что у нас звучание идет и сверху и снизу. Некоторые говорят, что это им особо не нужно, но лично я эту функцию использую во время просмотра видео. Мне приятно, когда звук идет я отсюда, я отсюда, потому что смартфон я устанавливаю вот так. У Опа этой возможности нет. Ну и по материалам корпуса эти смартфоны очень похожи, потому что в обоих этих смартфонах используется пластиковая окантовка. Сзади у нас и здесь, и здесь это то ли стекло, то ли какой-то композитный материал. Блок камеры у нас здесь сильным выступает. По разъему у нас примерно одно и то же. Единственное, что наушники у Redmi расположены сверху. Это дань традициям, еще на Redmi Note 7 был разъем наушников сверху. У Опа же более традиционный разъем. У нас здесь получается и USB Type-C, и наушники расположены снизу. Я уверен, что оба этих смартфона найдут своего покупателя. Redmi на бумаге чуть-чуть интереснее, чем Опа. По камере они практически не отличаются. Звук пишет явно Опа лучше. Ну и Redmi, как ни крути, в России немножко стоит дороже, чем Опа. в российской рознице. Друзья, напишите, какой смартфон вам понравился больше. Спасибо за просмотр. До новых встреч.